Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутс сегодня». В течение этого часа с вами будем мы, редактор Наталья Сметанина и режиссёры прямого эфира Екатерина Голикова и Николай Слепсов. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. И разрешите представить участников нашего эфира. Это директор по развитию Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Евгений Сергеевич Колганов и заведующий кафедр государственного и муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Алена Анатольевна Кардашевская. Доброе утро! Добрый день! Что обозначает понятие инновационный менеджмент? Я так понимаю, это довольно-таки новые понятия. Раньше этим особо не занимались. И хотелось бы узнать принципы, понять суть этого понятия. Инновационный менеджмент. Ну, впервые с понятием инновационный менеджмент я познакомился, наверное, лет 8-10 назад. Тогда это было в учебниках. Непосредственно сейчас под инновационным менеджментом подразумевают все, что может происходить с разработкой инноваций и внедрением их так или иначе в деятельность организаций, компаний и государства в том числе. Мы же подразумеваем внедрение новых технологий именно в менеджмент, в управление, потому что большая часть нашей аудитории, наших слушателей, это государственные и муниципальные слушатели, это коллеги, которые представляют иные подведомственные учреждения. И, конечно же, мы стараемся делиться новыми инструментами, новыми методиками, которые как раз и позволяют повышать качество госуправления у нас в республике. И в любом случае можно добавить, что наши государственные нововведения, которые мы приводим в государственную муниципальную службу, в управление, оно проходит через нас, и наши преподаватели в определенной степени сильно помогают государственным муниципальным служащим, государственным муниципальным органам власти приводить новые методы управления, в действии, именно в жизнь. Те вещи, с которыми сталкивается именно население, оно проходит через, скажем так, наше... Мы обучаем именно этому органу власти. То есть я так понимаю, что ваша школа отслеживает все самое новое, все самое только-только внедряемое, и помогаете предприятиям, учреждениям, муниципалитетам все это претворить в жизнь и использовать как инструмент, управления. И если говорить о школе, то сколько лет в школе, сколько лет вы работаете? Ну, здесь надо сказать, что история нашей школы начинается в 1998 году с указа первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Тогда школа у нас называлась высшая школа менеджмента и маркетинга. И вот на основе этой школы, потом мы стали институтом управления при президенте республики Сахай-Якутия, а дальше мы в 2016 году мы стали высшей школой инновационного менеджмента при главе республики Сахай-Якутия. То есть у нас долгая история, 23 года уже мы обучаем наших государственных и муниципальных служащих нашей республики. И надо полагать, очень большое количество выпускников. Да, у нас очень большое количество выпускников. И, например, по статистике в нашей республике 2306, где-то приблизительное количество наших государственных служащих. И все они всегда проходят через наш институт, через нашу школу. И муниципальные служащие, которые работают в поселениях, в районах, в районных центрах, все они тоже проходят через наш институт, через наши курсы повышения квалификации и программы переподготовки. Хотелось бы узнать про структуру школы. Сколько кафедр, сколько преподавателей? Кирилл Сергеевич, расскажи. Да, конечно. Мы немного изменили структуру школы в прошлом и этом году. У нас есть кафедра государственного и муниципального управления. Тем не менее, курсы у нас самые разнообразные. И наши преподаватели помогают их как раз проводить и организовывать. У нас также есть кафедра, входит в центр корпоративного обучения, который состоит также из группы развития кадрового потенциала. То есть те самые замечательные девушки, которым вы, позвонив нам, с которыми вы будете общаться, это как раз группа развития кадрового потенциала и это наши клиенты-ориентированные менеджеры. Ну и, конечно же, у нас есть центр бережливых технологий. Помимо общей деятельности по обучению у нас также есть несколько проектов. Есть центр оценки и развития компетенции. Это все, что касается личностной компетенции наших слушателей. И есть центр цифровых технологий, развития цифровых технологий, который занимается именно цифровизацией и проектами, которые с этим связаны. Очень хорошо. И сколько преподавателей, спикеров у вас работает? Это они на постоянной основе у вас работают? Или привлекаете, допустим, откуда-нибудь из других институтов, университетов, с России, может быть, или международные какие-нибудь спикеры к вам приезжают? Вот буквально, наверное, несколько дней назад я смотрел отчет, и там была очень интересная цифра. У нас 46% преподавателей остепенены. 46%. Но на самом деле наша кафедра состоит из пяти преподавателей, классических. Кафедра ни в коем случае не сводится только к преподавателям. Мы также обучаем наших преподавателей тренерскому мастерству, потому что важно взаимодействовать с участниками, важно взаимодействовать со слушателями и подавать материалы не только в лекционном формате, но и передавать. Ну и, конечно же, мы привлекаем большое количество преподавателей по всей России. Это и специалисты из МГУ, и из МГИМО у нас были коллеги, из Высшей школы экономики, из Ранхикса, конечно же. Коллеги из предприятия активно идут и делятся своими практиками, рассказывают о том, как это было внедрено, не просто в теории, а каким образом какие инструменты были реализованы в реальной жизни. Я бы тут добавила, что у нас большинство преподавателей имеют практический опыт работы на государственной и муниципальной службе. То есть, если человек имеет опыт на государственной и муниципальной службе, он может провести мастер-классы, тренинги, определенным образом передавать свой опыт, и поэтому большинство преподавателей, привлекаемых, у нас есть органов госвласти. То есть, и бывшие главы у нас могут быть, да, вот мы привлекаем, стараемся, чтобы они делились своим опытом работы, помогали своим наставничеством, да, своим молодым коллегам. То есть, вот в этом плане у нас очень широкий круг привлекаемых преподавателей и специалистов, потому что вот без экспертной оценки, да, вот невозможно передавать и придумывать что-то новое. Что-то новое всегда основывается на чем-то старом, и поэтому вот в этом плане всегда надо опираться на определенный опыт деятельности на государственной и муниципальной службе. Поэтому мы очень активно привлекаем на, скажем, на наши лекции и тренинги, на мастер-классы, да, тех людей, которые имеют опыт работы в органах власти. Ну и, конечно, если говорить о новом, да, существует большое количество международных спикеров из международных организаций, которые там только-только начинают апробировать методики, и мы просто не можем найти аналоги в России их, и, конечно, мы привлекаем к сотрудничеству, в том числе и международных экспертов. То есть школа все время развивается? Да. Конечно, не стоим на месте. Не стоим на месте, да. Как можно к вам поступить, допустим, любой ли человек может поступить в высшую школу? Поскольку институт является, скажем так, дополнительной профессиональной организацией, то к нам поступают люди, которые имеют уже, скажем, профессиональное образование. Они должны иметь среднеспециальное образование, либо высшее образование. То есть поступить на государственную, либо муниципальную службу, не имея образования, человек не может. А мы готовим людей, которые хотят поступить, либо уже работают на государственной, либо муниципальной службе. Поэтому требуется среднеспециальное образование, либо высшее образование для поступления к нам. Мы не можем принять сразу после школы. То есть это не высшее образование, которое дает специальность, либо бакалавриат. Вот не это. Это школа переподготовки, скорее всего, да? Это для уже работающих людей, да, переподготовка. Программы профессиональной переподготовки у нас называются. Ну и курсы повышения квалификации. ДПО сводится к двум видам. Дополнительное профессиональное образование представляется у нас. Профессиональная переподготовка – это длительные программы. То, что идет от шести и более месяцев. Есть курсы повышения квалификации. Это буквально пара дней, шестнадцать часов также мы проводим. Но, опять же, они подразумевают, что у человека уже есть какое-то высшее образование. Если, допустим, у меня образование среднеспециальное, техническое, могу ли я к вам поступить? Конечно. А, то есть любое образование? Да. То есть базовые вещи у человека уже должны быть сформированы. То есть если базовые знания сформированы, тогда человек к нам поступает и уже на более, скажем, глубоком уровне у него базовые вещи, государственного муниципального управления у него нет, то он получает, например, или юриспруденцию может получить. Например, у нас одной из самых популярных программ является государственное муниципальное управление и юриспруденция. То есть это платные, юриспруденция у нас платная, да, и вот на платной основе люди, которые имеют среднеспециальное образование, либо высшее образование, они поступают. И могут получить квалификацию юриста. Как долго надо учиться в вашей школе? Какие вот по времени? Год, два, три? Конечно, хотелось бы сказать, что нужно учиться постоянно, непрерывно, да, лайфлон клюниру. Я имею в виду в школе, именно в высшей школе. Конечно. Ну, как я говорил, программы профессиональной переподготовки начинаются от шести и могут идти вплоть до двенадцати месяцев. Двенадцать месяцев — это самая длинная программа юриспруденция, и она длинная, потому что обучаются на ней тысячу восемь часов. Представляете, тысячу восемь часов погружаются в каждую из областей знаний по юриспруденции, развивают навыки. Мы привлекаем преподавателей из юрфака МГУ в том числе, для того, чтобы погружение прошло максимально эффективно, максимально полно. И, конечно, тогда у нас после такой большой программы коллеги выходят уже с правом ведения юридической деятельности на государственной службе. Это не каждый вуз, не каждый университет даёт. Обычно классические программы идут 500-504 часа, и они просто дают общие знания. И только тысяча часов даёт право заниматься юридической деятельностью. Спасибо. Я бы хотела напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 320-066, 32-11-66. Встретимся через небольшую рекламу. Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якуз сегодня» с вами я и её ведущая Наталья Сметанина. Сегодня у нас в студии гости. Это директор по развитию Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Евгений Сергеевич Колганов и заведующий кафедры Государственного и Муниципального управления Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия Алена Анатольевна Кардашевская. У нас уже звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это с Хадгаласского улуса. Здравствуйте. Здравствуйте. Для вопроса, у нас же есть молодые главы, да? И вот молодые главы, где могут у вас учиться? И для молодых глав что-нибудь будет, какая-то учёба? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Молодые главы у нас поступают на государственное и муниципальное управление. И они у нас обучаются. У нас на данный момент сейчас идёт набор. Они могут нам позвонить, молодые главы, да? И подать свою заявку. Мы им перезвоним и будем работать с ними. Да. Помимо ещё классической программы по государственному и муниципальному управлению, есть большой набор курсов повышения квалификации. И, конечно же, важно посмотреть на сайте план наших мероприятий, календарь мероприятий на первой же странице есть. Там можно будет выбрать мероприятие, которое будет вам полезно, будет интересно молодым главам. И вы сможете пройти обучение в том числе в рамках государственного задания. Вообще, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить администрацию Хангаласского района, потому что они очень активно с нами работают и всегда отправляют своих муниципальных служащих, да, и своих глав. Всегда перенаправляют. Так что вы можете выйти, позвонить нам по номерам телефонов, которые указаны на сайте, и вам девушки наши перезвонят, и вам всё объяснят, куда подойти, что сделать, каким образом подать документы. Так что добро пожаловать, мы вас ждём. Актуальную информацию про высшую школу можно посмотреть на сайте. Да, конечно, можно, всё на сайте у нас есть. Могут даже позвонить по обратному, ну, заказать обратный звонок, позвонить, и девочки сами им перезвонят, узнают, чего они хотят, куда они хотят, всё объяснят, и определённым образом всё у нас будет. Молодые главы могут получить образование. Да, конечно, молодые главы всегда у нас, у нас даже группа специальная, получается, из молодых глав, которые... Спасибо. Они могут вместе учиться в одной группе, да, и они всегда могут делиться своим опытом, у них, как бы, получается, обмен опытом, да, как-то у них своя связи, получается. Сообщество целое. Сообщество целое, получается. Они помогают друг другу, и они остаются друзьями, даже коллеги, друзья. Алена Анатольевна, Евгений Сергеевич, я знаю, что вы помогаете предприятиям правильно выстраивать команду. Что в это понятие входит? Правильно выстроить команду? Ну, во-первых, вопреки многим слухам и большому мнению о том, что мы обучаем только государственных служащих, муниципальных служащих, мы также работаем и с коммерческими организациями, с предприятиями, у нас есть несколько моделей компетенций для конкретных сотрудников, для команд, которые позволяют целенаправленно развивать те или иные навыки, те или иные компетенции, которые как раз нужны для того, чтобы команда работала эффективно. И вот в данном случае, в предыдущем вопросе, обучаем ли мы молодых глав, важно же тоже не только обучать как процесс, а важно обучать тому, что именно нужно. Мы зачастую разрабатываем методические материалы, вот точно так же для молодых глав мы разработаем. Для коммерческих организаций могут быть какие-то методические рекомендации по развитию команд, составленные по итогам оценки, тестирования, аудита, может быть составлен индивидуальный план развития на каждого члена команды, либо план развития на всю команду в целом. Ну и в дальнейшем уже дело остается за малым, обучить и далее осуществить замер этих компетенций, насколько они повысились, какие знания были приняты и что из этого превратилось уже в конкретные навыки. Спасибо. У нас звонок. Алло. Скажите, пожалуйста, как можно поступить на программу государственного муниципального управления? Что для этого нужно и сколько стоит обучение? Ну, наверное, цену можно узнать на сайте, да? А что для того, чтобы поступить? Вам необходимо просто связаться с нашим специалистом тоже через сайт. Необходимо предоставить соответствующую документацию, скан диплома. Сейчас благодаря или вопреки до пандемии часть материалов направляются электронно, да, и, соответственно, вам необходимо предоставить документы, необходимо подать заявку, необходимо произвести там часть оплаты, и уже в апреле можно будет присоединиться непосредственно к команде слушателей, да, которые будут обучаться. У нас как раз в апреле стартует КИМУ курс. Просто надо иметь базовое образование. Да, надо иметь просто средне-специальное образование или высшее образование. Конечно, без образования тоже, в принципе, можно поступить, если вы приходите именно за знаниями и навыками. Но диплом о профессиональной переподготовке может выдаваться только поверх высшего образования. Поэтому, ну, в лучшем случае это будет справка. Ну, например, могут поступить студенты третьего, четвертого курса, да, которые уже заканчивают свое образование. И когда они получают свой диплом, мы можем вместе с их дипломом, который они получают в своем учебном заведении, да, мы им можем дать вот программу, переподготовку. Вот это очень интересный момент, да. Да, вот это очень интересный момент. Поэтому вот те студенты, которые хотят вместе со своим дипломом иметь и диплом о переподготовке, да, добро пожаловать, всегда рады, потому что они всегда очень заинтересованы в том, чтобы они закончили обучение, да, и имели еще возможность поступить на работу в государственную службу, либо в муниципальную службу, да, вот это для них очень удобно. Это очень хорошо именно вот для студентов третьего, четвертого курса. Хорошо, спасибо. У нас звонок. Алло. Я хотела узнать, вот, есть ли у вас какие-то тренинги или курсы, вот, чтобы обучиться ораторскому искусству, коммуникациям, публичному выступлению? Интересный вопрос. Да, конечно, мы помимо классических, государственных, таких профильных знаний, мы даем, конечно же, и знания, и навыки по личностным компетенциям, есть стресс-менеджмент, есть публичные выступления, ораторское мастерство, мастерство презентации, и в целом еще большой перечень курсов. Конкретно по публичным выступлениям нам повезло. В прошлом году, в начале прошлого года мы обучались и получили соответствующую аккредитацию, сертификацию от профессора высшей школы экономики, профессора МГУ Ломоносова Тахира Исуповича Пазарова, известного психолога. Он обучал нас искусству проведения тренинга по публичным выступлениям, и как раз в ближайшее время можно прийти к нам и обучиться на нем уже даже более-менее в очном формате, потому что мы открываем свои двери и проводим очные занятия. Спасибо. У нас звонок. Алло, вы в эфире? Да, это по образованию, да, большая школа. Антон, в дальнейшем какая работа есть, например? Антон, вы можете работать в администрации наследия, район? Администрация, район, администрация, министерство, конкурс, конкурс, конкурс допускают, то это уже переподготовка государственного муниципального управления, диплом. Спасибо, ага, еще один звонок, алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире уже, да? Да, да, вы в эфире, говорите. А здравствуйте, я хотела бы задать вопрос, я вот слушаю вас, извините, не сначала, значит, поэтому имена не поняла, поэтому вот женщина сказала, я вот слушала, Алена Анатольевна, да, диплом о среднем профессиональном или диплом о высшем, а молодой человек потом после этого сказал почему-то, что можно получить переподготовку только поверх высшего, так все-таки на базе СПО могу я поступать или нет, чуть непонятно. На базе СПО вы можете поступить. Да, вы можете поступить, если у вас есть диплом о среднем специальном образовании или о высшем образовании. Алло, еще раз звонок. Алло. Алло. Да-да, мы вас слышим. Атаминбу, ты выход в инде. Алло. Да-да, да-да, говорите. Ага, здравствуйте, говорите. Вопрос задает девушка о том, куда она может поступить после учебы в государственное и муниципальное направление. Надо объяснить, что есть сайты министерств, администрации, ведомства, где выделены вакансы по конкурсам. Чтобы участвовать в конкурсе, надо подавать документы, отслеживать эти вакансии. Но школа не занимается трудоустройством. Высшая школа не занимается трудоустройством. И раз спрашивают о том, как получить образование у вас, есть ли у вас заочное обучение, можно ли заочно у вас обучаться? Да, конечно, иначе мы бы не смогли работать в прошлом году совсем. У нас есть заочное, у нас есть заочное с дистанционными образовательными технологиями. Сейчас заочное образование очень сильно изменилось. И мы видим уже не только какие-то курсы в виде видеолекций, тестов, методических материалов, которые предоставляются для самостоятельного изучения. Теперь в заочном формате проходит и обучение по Zoom. Да, это онлайн обучение. И мы получаем возможность встретиться с экспертами из любой точки Земли, вот так пообщаться, задать вопросы и получить самые свежие знания. То есть границы расширились намного, да? Да, да. Пандемия вроде бы нас всех закрыла дома, да? Но в то же время в определенной степени она открыла нам все окна. Да, да. Есть такое. Раз такое дело, наверное, много желающих к вам поступить из других регионов России, да? По Дальневосточному, допустим, нашему округу наверняка поступают. Вы знаете, самое интересное, что обычно такие сотрудничества и обучения команд у нас сводятся с другими регионами, да, проходят с другими регионами. Например, в апреле к нам приедет команда Ямала-Ниньска на округу обучаться цифровизации в сфере ЖКХ. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим телезрителям и радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы. Встретимся через небольшую рекламу. Добрый день. В эфире программа «Якутия сегодня». Мы работаем в прямом эфире. У нас сегодня в студии руководители высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Номера телефонов прямого эфира 32 00 66, 32 11 66. Звоните, присоединяйтесь к нам. А мы продолжаем наш эфир. Что такое понятие бережливое производство? Вы об этом вначале немножко как бы сказали. Мне бы хотелось узнать, почему бережливое, а не бережное? Почему именно такое понятие? Ну, бережное — это, наверное, когда мы заботимся, наоборот, как-то мягко относимся, создаём комфортную среду. А бережливое производство было разработано как технологии, как принципы для того, чтобы, наоборот, максимально держать в некомфортных условиях среду, в том плане, что мы сокращаем все издержки, которые у нас... Экономно, да? Экономно, во всех планах абсолютно, да. Мы сокращаем издержки, которые у нас идут на те или иные процессы. Причём, если говорить о бережливом производстве, раньше говорили применительно к предприятиям, где есть производственные линии, и связано с тем, что сокращалось количество времени на тот или иной процесс, замеряли по секундам, сколько занимает та или иная работа, далее смотрели, каким образом можно сократить, ну и далее смотрели, каким образом можно оптимизировать всю производственную линию в целом. Теперь это понятие ещё и применяется у нас к государственной службе, применяется к широкому перечню отраслей деятельности. Понятно. То есть вы помогаете предприятиям бережливо, экономно? Не только предприятиям, ещё и министерствам теперь. Министерствам? Да, бережливо, экономно. Ну и главное, качественно выстраивать процессы, потому что часто во многих организациях процессы могут течь так, как текут, а мы помогаем, обсуждаем, разговариваем с людьми для того, чтобы выстроить эти процессы так, чтобы они работали эффективно, как система. Следовали друг за другом, не было висящих процессов, не было каких-то долгих периодов, не знаю, согласования, документации, передачи, пересылки по почте, ещё чего-то. Ведь автоматизация — это не самоцель, а какой-то инструмент, который мы можем применять для того, чтобы повысить качество того или иного процесса и сократить временные издержки, которые мы тратим на этот процесс. Наверное, это очень актуально и востребовано сегодня, да? На сегодняшний момент это очень актуальная вещь, да, особенно в связи с пандемией у нас все процессы перешли на, скажем, такой, на автоматизированный уровень, да, поэтому это очень актуально для и государств, органов государственной власти, да, и для муниципалитетов. Мы реализуем проект «Эффективный регион» совместно с госкорборацией «Росатом». Соответственно, есть участники этого проекта, которые картируют у себя процессы, правильно выстраивают, сокращают. Более того, во время ситуации с пандемией мы также подключались к работе нескольких министерств для того, чтобы наладить эти процессы и для того, чтобы мы в республике действовали более эффективно, могли более оперативно реагировать на складывающую ситуацию. У нас звонок, алло. У меня такой вопрос. Я хочу поступить на госслужбу, и есть ли какие-нибудь подготовительные курсы? Да, у нас есть подготовительные курсы для желающих поступить на государственную службу. То есть подготовка вот именно к тестированию, да, вы можете позвонить по нашим телефонам, и вас запишут. У нас скоро начинаются вот именно подготовительные курсы. Вот по выходным мы хотим сделать. И это не программа профиль. Да, это курс. Это курс для желающих, которые хотят сдать, либо для государственных служащих, которые хотят сдать тест на, у них аттестация, да, либо у них там на классный чин какие-то вот эти тестирования происходят. И вот мы готовим именно вот к тестированию на государственную службу. То есть это помощь, да? Да, это помощь. Для госслужащих. Для госслужащих и для желающих, которые хотят сдать вот поступление, тест на поступление. Спасибо за вопрос. За ответ. Скажите, кроме, наверное, поступает много заявок на какие-либо проекты или программы, которые вы готовите для министерств, ведомств, кроме тех, которые вот вы назвали. Еще, наверное, какие-то есть программы. Ну, у нас есть такая программа, как управление развития маркетики. Это у нас совершенно новая программа. У нас был только первый, скажем, первый набор. И вчера только мы открыли второй набор, да. И управление развития маркетики, поскольку Арктика у нас стала, скажем, такой одной из стратегически важных и очень таких актуальных тем. Поэтому, чтобы наши арктические регионы были именно в тренде вот этих, скажем, таких актуальных проблем и актуальных процессов, которые происходят именно на государственном уровне, они смогли адаптироваться вот к этим изменениям, да. Мы открыли вот именно такую программу переподготовку, как управление развитием Арктики. Это, скажем, такая большая помощь именно для наших арктических районов, да, и для государственных служащих, которые работают в связке с арктическими регионами, да, с проблемами северного завоза, с проблемами вот морской, морской, морского пути, да, морского пути, северного морского пути, да. То есть вот я бы сказала, что это одна из самых актуальных проблем на данный момент, да, и актуальных программ переподготовки. Заявки уже поступают. Заявки уже поступили. Заявки уже поступили. Из года в год мы собираем практически всех представителей арктических районов, то есть можем говорить о системном эффекте, когда к нам подключаются. И что еще важно, помимо самого обучения, помимо привлечения практиков на эту программу, лучшие проекты получают возможность получить гранты от проектного офиса развития Арктики. То есть в рамках нашего обучения участники, слушатели разрабатывают свои собственные проекты по развитию Арктики, проводят их через экспертизу, мы помогаем дорабатывать, и по итогам обучения они могут еще и привлечь финансирование на эти проекты уже из поры проектного офиса развития Арктики. Это очень интересно. Да, вот это очень интересно. И у них бывают очень интересные проекты, да, они подают вот эти свои проекты на гранты. Так что это очень интересная программа. И я бы хотела, чтобы больше людей узнало именно об этой программе, да, и подавали свои, скажем, заявки и на эту программу. Потому что я бы сказала так, что все-таки для нас Арктика, она наша, она рядом. И для нас вот проблемы Арктики всегда будут актуальны. И к тому же это прикладная. Да, и прикладная, да. Они могут сделать свой проект, да, прикладной, то есть не сильно такой теоретизированный. Если, например, для государства муниципального управления, да, теоретизированность, она в определенной степени требуется. А для управления развитием Арктики, да, теоретизированность больше мешает, чем помогает. Они должны именно сделать те проекты, которые помогут им в реальной жизни. А в государственном муниципальном управлении без, скажем, такой базовой, хорошей теоретической подготовки, да, там делать в принципе нечего. А вот это управление развитием Арктики, именно мы требуем, чтобы они делали такие земные проекты, которые помогут улучшить жизнь на земле, вот именно вот в арктических регионах нашей республики. То есть это еще и помощь в поиске грантодателей. Грантодателей, да. Ну и здесь у нас проявляется еще эффект синергии, потому что мы выстраиваем взаимодействие с Норвежским университетом, бизнес-школой Норвежского университета. У них также есть свои наработки, свои проблемы, с которыми они сталкиваются при развитии Арктики. И здесь еще и осуществляется обмен опытом, и международное сотрудничество, мы уже рассказываем о нем не просто в лекциях, как оно может происходить, оно складывается прямо на этих занятиях при общении с преподавателем. То есть, возможно, еще и международные стажировки, да, для студентов? Ну, конкретно на данный момент совершенно точно нет. Пандемия, и в Норвегии ситуация чуть более жесткая, чем у нас. Но в ближайшем будущем, да, почему нет, коллеги готовы осуществлять этот обмен практиками и эти стажировки. Какие планы у школы, скажем, на ближайшие три года? Мы, конечно же, планируем расширять наше сотрудничество, мы планируем расширять области знаний, которыми мы делимся с нашими слушателями. Планируем увеличить охват государственных гражданских служащих, ну, расширить, сделать общий охват всех, потому что нам важно развивать каждого государственного служащего. И мы планируем также развивать платформу Arctic Talents, это кадровый портал, на котором будут осуществляться, внедряться инструменты, которые позволят прийти к большему уровню осознанности. То есть мы будем понимать, что именно, какие компетенции нужно развивать нашим участникам, какие темы им нужны, каких навыков не хватает. После оценки они смогут об этом открыто заявить, и мы будем развивать именно эти компетенции, которые позволят двигаться госслужащим уже семимильными шагами, развивать сообщество госслужащих Республики Саха-Якутия. Я бы добавила, что, например, мы хотели бы стать территорией талантов не только для государственных служащих, но и муниципальных служащих. Поскольку наши муниципальные служащие — это основная сила в наших поселениях, в наших районах. Если мы будем развивать таланты наших муниципальных служащих и развивать наших муниципальных служащих, тогда и вся наша республика будет развиваться от качества, от знаний наших муниципальных служащих, от их уровня образованности, от их уровня культуры зависит вся наша республика. И вот мне бы хотелось, чтобы мы в ближайшее время именно занялись и всегда открывали какие-то новые возможности для наших людей. Спасибо большое. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам на эфир и рассказали о высшей школе инновационного менеджмента при главе Республики Сахай-Якутия. Я желаю вам просветания. Пусть у вас все получится. Пусть наши госслужащие получат все самое лучшее от вас. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы прощаемся с вами. До следующих встреч в эфире. Спасибо.